На украинские телеграм-каналы тем временем сообщают о новых обстрелах Херсона, в частности с зажигательными снарядами. С самого утра обстреливают город, есть погибшие, 10 человек уже погибло, это официальные данные, и обстрелы, судя по всему, не прекращаются. С нами на связи Николай Сыченко, президент Мариупольского телевидения. Николай, здравствуйте. Добрый день, Валерия, добрый вечер. Да, я знаю, что вы провели какое-то время в Херсоне, общались с людьми, были, наблюдали за тем, что происходит в городе. Хочу вас спросить, в этот самый момент, когда город стал фактически одной из главных мишеней российской армии, после того, как она его оставила, кто сейчас там находится? Многие ли вернулись после освобождения? Вы знаете, что страшно, Лер, страшно то, что вот вы упомянули, что я там был, да, мы там были, мы заезжали в самый центр города, как раз в самый центр сегодня летело, да. И что страшно, это то, что в самом центре города очень много детей. Очень много детей, потому что дома нету электричества часто, да, там дома нету чего-то еще, поэтому детки выходят на улицу. Вот мы там общались тогда с пацанами 11, 12 и 13 лет. И я с ужасом сегодня смотрел вот в эти видео, там, очень боялся увидеть знакомую одежду вот этих вот деток. То есть это все жутко, и вы же понимаете, что жутко, что Россия на самом деле уничтожает агрессивнее всего именно русскоязычные наши населенные пункты. То есть те населенные пункты, опираясь якобы на мнение людей которых, Россия и начала свое вот это вот СВО. Это страшно, да, то есть Мариуполь, Херсон, это все те города, в которых большая часть людей русскоязычные. И тем это более жутко. Я вам скажу, мы в Херсоне тогда были с ребятами-волонтерами. Мы привезли тогда много еды, воды, медицины, то есть то, чего там нету. И сегодня же мы с этими ребятами-волонтерами, это Ассоциация волонтеров Ахтырского, мы делали праздник большой детский для деток, которые видели то, чего детки не должны видеть никогда в жизни. Детки видели войну. Это дети, которые были в оккупации в Гастомеле. Это детки-беженцы, которые переехали в Гастомеле из других регионов нашей страны. Я там встретил мариупольцев даже, да, то есть они там были. И вот мы делали праздник для этих детей, а вы знаете, эмоций почему-то больше положительных было не у детей, а у родителей. Родители искренне радовались за своих детей, а вот дети, они после вот этого всего, у них такое ощущение, что из них вот вырвали часть детства, вырвали часть психики, которая должна, по идее, радоваться этому всему. А глаза у них уже людей лет так по 60, то есть они уже видели эту жизнь, они слишком много всего поняли. И вот самое жуткое, то, что Россия делает у нас, помимо того, что она убивает людей, она забирает у наших деток детство. Это настолько жутко вот общаться с этими детьми, ему вроде бы весело, он улыбается, да, мальчик этот. А в глазах такая боль, то есть он понимает, что это может быть в любую секунду, в любой момент. И мы сегодня делали это на площади в Гастомеле, а в парке. И в этом парке вот везде детки, да, а на брусчатке, на плитке видны следы от прилетов мин до сих пор. Столбы посечены осколками. Это вот оставляет неизгладимое впечатление на самом деле. Да, Николай, вот все-таки хотелось бы понять, потому что я помню, что разные были данные о том, сколько людей остается в городе. Сначала нельзя было туда вернуться по понятным причинам, потом это стало возможным. Вот действительно ли многие как-то успели вернуться в Херсон после освобождения и теперь оказались под обстрелами? Вы знаете, многие, многие успели вернуться. То есть там идет два потока. Один поток идет из города, другой идет поток в город. Некоторые люди, дождавшись освобождения, они выезжают оттуда, чтобы хоть чуть-чуть вдохнуть воздуха вот этого обычной жизни. Ну, хоть более-менее, да. А многие, которые выехали до того, они спешат вернуться домой. Они спешат вернуться в родные стены. Я сталкиваюсь с этим. Знаете, мы неделю назад были в Высокополье. Высокополье – это освобожденное село Херсонской области, которое тоже было под оккупацией. Ни одного целого дома нет вообще. Все дома разбиты, в них живут люди. Большей частью это бабушки, дедушки. Большей частью это те люди, которые жили там все эти месяцы. Но начинает появляться молодежь. Та молодежь, которая выезжала оттуда, она вернулась сейчас. Она вернулась налаживать жизнь. Она вернулась молодежь. Это помогать бабушкам, дедушкам. И по Херсону то же самое. То же самое. Люди едут домой. Слушайте, дом – это дом. Как бы там ни было. Как бы там ни было плохо, после того, как город освободили, после того, как люди поняли, что Россия там не навсегда, люди начали ехать домой. То есть там людей много. И, повторюсь, страшно, что там много детей. Скажите, Николай, вы наверняка видели сегодня, внимательно смотрели кадры из центра города. Эти страшные кадры после очередных ударов, после него. Правильно ли я понимаю, что город, который в том числе били сегодня по городу, собственно, прилетел в самый густонаселенный центр? Вы узнаете те места, где вы в том числе были в городе? Ну, насколько я понимаю, это недалеко от рынка. То есть это центр. Тут даже дело не в том, что густонаселенный ли это пункт, место. Дело в том, что это рынок. Дело в том, что это день. То есть там очень много людей. Люди туда выходят, люди туда приходят. И поймите, люди в Херсоне, они выходят на улицы еще и потому, что дома еще есть не все, благо цивилизации точно. Кто-то пошел за гуманитарной помощью, кто-то пошел за водой, кто-то пошел за лекарствами. Детишки выбежали, потому что дома делать нечего. То есть дома нет ни PlayStation, ничего такого. То есть это рынок, это скопление магазинчиков маленьких, это аптеки. Это то место, где всегда много людей в нем. В каких условиях сейчас живут люди? Вы говорите, что дом это дом, они все равно возвращаются, несмотря на то, что он под обстрелами. Но вот в другом смысле, я не знаю, в бытовом плане. Понятное дело, что по всей Украине обстреливают электросети, энергоструктуру. Что происходит в Херсоне? В Херсоне происходит плавный, поэтапный процесс восстановления города. То есть электрику ДТКовцы подключают постепенно, потому что там очень тяжело это все дело восстановить. То есть в каких-то домах уже электрика есть. А с водой там, я так понимаю, не все так радужно. Где-то есть, большей частью нет. То есть в плане коммунальных услуг там, конечно, не особо. Но смотрите, вот после того, как Россия оттуда вышла, город, ну фактически, если его сравнить с Мариуполем, с Донецком, с тем же Гастомелем, где я был сегодня, город был целый. То есть вопрос был весь восстановлении коммунальных вот всех этих инженерных сетей. Этим делом занимались люди. Но ведь Россия вышла и начала обстреливать его. То есть теперь уже там есть разрушения и по инфраструктуре новые, и есть разрушения жилых домов. То есть люди готовы мириться с тем, что у них нет дома воды там, или она есть по часам, или нужно за водой выйти где-то. Повторю вам, это вот непередаваемое ощущение того, что на самом деле дома родные стены, они тебе помогают. Они тебя огреют как-то, да. То есть люди готовы были мириться с этим, люди готовы были помогать в восстановлении чем-то. Но люди точно не были готовы к тому, что та Россия, которая там не навсегда, что она их снова начнет обстреливать. Я вас благодарю. Спасибо, что нашли время присоединиться. Это был Николай Сыченко, президент Мариупольского телевидения. Говорили об очередных обстрелах Херсона. Сегодня в них погибли 10 человек. Субтитры создавал DimaTorzok